Добрый вечер, уважаемые трейдеры компании A-Markets. На связи Роман Корнев и моя еженедельная торговая аналитика по торговой стратегии Scalping Intraday на зеркальных уровнях. Давайте посмотрим, что нам готовит эта неделя. Что я заметил, что нужно посмотреть в календаре, на что надо обратить внимание. В понедельник-вторник особых новостей я не вижу важных, на которые стоит обратить внимание. Так, 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 в среду, значит, в среду, да, 30-е число, аукцион по размещению 5-10-летних облигаций, новость по еврозоне, возможно, повысится волатильность. Ну, вообще, есть 20-летние и 30-летние облигации, они еще сильнее влияют на рынок, но 10-летних стоит присмотреться. В четверг решение Банка Швеции по процентной ставке и вот еще размещение 30-летних облигаций и 10-летних, вот, 30-40, 30-50 по еврозоне тоже может повлиять на евро. Так, а пятница это у нас уже, да, первая пятница следующего месяца, июля, так что у нас non-farm, держитесь крепче, 17-30 по Америке, изменение числа занятых в не сельскоязычном секторе. Пополняем депозиты, будем торговать. Давайте перейдем к терминалу. Я выбрал 5 валют, 5 активов, на которые стоит обратить внимание. Итак, британский фунст сербингов. Здесь я замечаю краткосрочный нисходящий тренд на М30, который сейчас разворачивается, и вот в районе этой зоны сопротивления можно ожидать короткие продажи. Давайте еще обозначим, когда уже линии поддержки. В принципе, цена ушла, достаточно, чтобы обозначить этот уровень как поддержку. Он, кстати, дублируется еще вот этим уровнем, вот, поэтому можно рассматривать две зоны на покупку здесь и здесь. Ну, если еще добить Fibonacci здесь, то можем наблюдать, что уровень 61,8 тоже находится в районе вот этого зоны сопротивления. Поэтому это усиливает это сопротивление. Вот такие рекомендации. Значит, по австалейскому доллару. Я вижу уровень поддержки, который может стать зоной сопротивления зеркальной. Вот, поэтому ожидаем рост цены. Если заходим в зону сопротивления, здесь будет сигнал на продажу. Значит, по евро. Так, что у нас по евро? Нет, по евро, кстати говоря, ну, сохраняется вот здесь, в принципе, все сигналы. Цена ушла существенно, поэтому сохраняется сигнал на покупку от уровня поддержки. Также мы можем рассмотреть Fibonacci еще. Ну, здесь вообще вот эта зона вся вот, вот здесь, она вот насыщена, собственно говоря, вот этими сигналами, которые остаются. Остаются. Поэтому здесь, в этой зоне, можно продавать. Так, немецкий индекс DAX. Что мы имеем? Мы имеем вот такой вот, несмотря на то, что она достаточно высокий градус имеет, наклона, но, тем не менее, да, у нас есть зона поддержки. Если цена просядет, можно будет покупать в этой зоне. Что касается сопротивления, ну, здесь... Вообще, продавать индексы более опасно, менее опасно их покупать, потому что в долгосрочной перспективе они все растут. Поэтому сигнал на продажу, он слабоватый, но, тем не менее, краткосрочно можно продать. Здесь на покупку более сильный. Ну, и доллар-франк. Давайте глянем. Здесь у нас резкие импульсы вверх. Да, ну, это вот доллар, что показал у нас на прошлой неделе. Здесь напрашивается сетка Fibonacci. Если коррекция продолжится вниз, то не забываем про золотое сечение, да, 618, здесь сигнал на покупку. Ну, вот, пожалуй, на сегодня все. Удачной вам торговой недели. Хорошего нам фарма. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok